1998 год. Финал чемпионата Европы. В городе видная игра Россия-Германия. Полная трибуна болельщиков. Именно этот исторический момент был взят за основу на памятном панно, посвященном заслуженному мастеру спорта СССР, лучшему бомбардиру мотобольной команды «Металлург» Сергею Часовских. Таких людей надо, конечно, чтобы они знали и увековечить их память, чтобы помнили. Потому что очень мало таких, к сожалению, людей, на которых можно равняться. Человек, который очень много сделал и для команды «Металлурга», а для команды «Металлурга», и для Ленинского района, и для города, и для округа. На торжественное открытие мемориала были приглашены почетные гости, коллеги, родственники и друзья мотоболиста. На таком примере, на примере ветеранов, которые в течение десятилетий и с середины прошлого века не выпускали победы из рук. Спасибо большое, уважаемые ветераны, за память. Спасибо за труд ваш и спортсменам, и тем, кто обслуживает этих железных коней. Неоднократный чемпион Европы, СССР и России. Многочисленные титулы выдающегося мотоболиста служат наглядным подтверждением высокого профессионализма. Фотографии самых ярких моментов спортивной карьеры Сергея Часовских удалось разместить на панно, работа по оформлению которого заняла около недели. В ежедневном режиме здесь работал графитчик, после него пришел уже художник, непосредственно кисточкой докрашивал мелкие элементы. Муниципалитет при этом не затратил ни одного рубля. Это частная инициатива Карпова Андрея и людей, которые окружали Часовских. Соответственно, вот то, что мы и получили. Большинство фотографий из семейного архива, которые предоставила вдова-мотоболиста Ольга. Ну, конечно, очень приятно, что его помнят. Уже прошло порядка три с половиной года. Мне, конечно, очень приятно, что помнят и игроки, и болельщики, и друзья, и подруги. Мне очень это все приятно. Свою любовь к мотоболу Сергей Часовских передавал подрастающему поколению, став после завершения карьеры тренером молодежных команд «Металурга». Возможно, именно его воспитанники продолжат победную эстафету своего наставника. Ведь для достижения высоких целей есть все необходимое. На мероприятие было представлено четыре новых мотоцикла, подаренных спонсорами клуба. Сертификат на четыре мотоцикла. Это было 25 ноября того года. Вот считайте, почти девять месяцев они шли из Франции до города Видное. Наконец-то они пришли. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.